Представьте, что вам необходимо совершить предательство. Что может быть невиннее, чем мать, гуляющая с ребенком, но в историю она вошла под именем, которое никогда не носила. И теперь ей полагалась квартира на улице Грановского, корничная и смертная казнь путем сожжения на костре. Тщеславие, жажда власти и жадность. Эти человеческие качества могут разрушить не только дружбу, но и общее дело. В то время любой мечтал княжить в Киеве. Любой, кроме Андрея. Либо удоставиваешь себя наследником, либо будь монахом. За меня не беспокойся, я устроился прекрасно, весь твой яш. Следуйте примеру сына Сталина, переходите и вы. Совершив предательство, люди не всегда осознают, что теперь они и сами могут оказаться преданными. Петр всецело доверял Мазепе. Однако Мазепов решается доказать всем, что он способен управлять и без России. Секретный агент, явно Азеф, сдал 17 человек из боевой организации СССР, и в то же время организовал более 25 убийств на государственных деятелей. Мерзавец! Мошенник! Вы бесчестный человек! Дальнейшие события напоминают пьесу Бернарда Шоу «Пигмалион». За эту ночь в Париже было убито 2000 человек. Их трупы сбрасывали в сену, и от крови река стало красным. Раскалье пришло слишком поздно. Но для современников король навсегда остался убийцей. Если верить Данте Алигьере, предатели находятся в самом последнем, девятом, самым страшном круге ада. Самое страшное в жизни – это предательство. Субтитры создавал DimaTorzok